доброго времени суток дорогие друзья с вами алексей мы продолжаем заниматься фермерским хозяйством вот и за кадром я поработал набрал нужное количество денег но взял комбайн я не новый появился металлолом что называется в самом удручающем состоянии и жадко такая же это и купил у нас новое задание от нашего бати ты еще не украсил свою ферму цветы заборы живые изгороди на любой вкус и на выбор поставь по крайней мере горшок с пятью цветами беседку живую изгородь и забор 1 поставь также чучело чтобы отпугивать птиц на поле вот наконец-то нам чучело будет открыто ну и давайте давайте посмотрим что я взял вот такой вот страшный ржавый весь комбайн у нас и жадко вот здесь кажется да находится в удручающем состоянии давайте сразу вызовем реставраторов и сюда и сюда вот для того чтобы поставить жадку мне пришлось продать садовый трактор на самом деле нам пока что он не нужен сады у нас все равно еще только по осени будут плодоносить вот вишня с грушей у нас не плодоносили кстати тут влажность отдыхает ладно ждем ждем весну не плодоносили вот эти два сада яблок я собрал порядка 18 или 19 тонн что довольно таки неплохо вот весь остальной урожай также был убран и потихонечку курсы курсы прохожу вот семинар практикум для пчеловодов 60 дневный курс позволит добывать на 10 процентов больше меда вот а вообще довольно много курсов я закончил давайте посмотрим вот они законченные курсы пошли половину можно сказать всех курсов что есть за этот год я прошел поэтому денег многое не накопил чуть накопятся я их сразу на курсы чуть накопятся сразу на курсы вот возобновляемые источники курсы для садовника для скотоводов курс по продажам один курс по продажам два короче говоря увеличил цену минимальную закупочную максимальную закупочную уменьшил цену на постройки теперь вот допустим чтобы нам сделать гараж или парковку уже не 50 тысяч нужно 35 вот что весьма неплохо на мой взгляд поэтому давайте-ка еще один вот такой вот средний гаражик мы с вами организуем так сколько он там стоил то 19 600 ну красота красота вот и его я предлагаю организовать ровно напротив вот этих вот гаражей вот так вот как-то поставить вот здесь у нас будет такой механизаторский механизаторская тракторная бригада да в дальнейшем потом вот здесь участки вот здесь участки может быть будем покупать если места будет мало вот и сюда будем присматривать садовый трактор сколько у нас 132 тысячи еще осталось давайте глянем на биржу машин так нам нужен бывший в употреблении в бывшем употреблении короче старый старый нужен вот садовый трактор металлолом то что надо купить все понял ждем пока построиться гараж ждем пока построиться гараж и сейчас весна придет придет весна мы начнем с вами спашку посев и т.д. и т.п. плюс ко всему я хочу сделать еще одно большое поле какое-нибудь такое побольше серьезное поле пришла весна все горит возвращается к жизни да 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 и чего у нас требует полива сад у нас требует полива хорошо давайте сделаем на машинах садовый трактор же нужен так ладно идем за садовым трактором садовый трактор металлолом купить вот сюда есть хозяйство ждем ждем пока привезут садовый трактор а мы тем временем начнем вспашку вот здесь температура 1 градус я надеюсь нам не отменят из-за этого спашка так чё у нас где росло вообще здесь у нас был люпин здесь гречиха здесь рапс теперь надо поменять как-то я вот опять таки не знаю здесь работает у нас севооборот или нет да я действительно хочу все это дело уничтожить все работой так и здесь мы следующий трактор организовываем так плуг правда маленький но бог с ним все езжайте не езжайте трудитесь блин опять снег идет сейчас нам вспашку отменят да кажут спашка была отменена из-за низких температур нет не будет такого или будет нет ничего по снежку пашет смотрите нормально и один и второй главное наверно чтоб температура в минус не пошла да хорошо теперь здесь мы можем отправить следующего товарища на вспашку так давай работой а здесь уже культивация смысле нету машин ну вот же трактор стоит что-то я не понял а все появился все работайте господа садовый трактор привезли нам да нам садовый трактор привезли а до сюда насос у нас достает или нет вроде как достает поэтому должно получится полив на машинах автоматический ну какой уж есть злато савельева извини других тракторов пока не имеем поэтому будешь трудиться у нас на том что есть так беседка горшок с цветами живая изгородь забор пугало вырасти две индейки так беседка давайте посмотрим на беседку место для отдыха то есть здесь кстати к слову здесь могут наши работники отдыхать до теоретически чтобы они не бегали каждый раз свои домики предлагаю ее где-то вот здесь наверное организовать вот пускай здесь будет поработали пошли в беседку отдохнули да так здесь у нас что за культивировал нет еще только поехал так и этот наш металлолом тоже только поехал давайте по первому снегу поливка по первому снегу это будет что-то это будет нечто ну сады надо полить потому что кстати вот мне в комментариях написали ждут орастительных систем на полях после обновы смотрите появилась мы можем в садах на любом в любом саду поставить орастительную систему на любом поле можем поставить теперь орастительную систему по моему это круто чтобы не бегали поливать наши ребята ну пока есть поливалки в принципе не в напряг наверное ну-ка покажи как ты снег поливать будешь кто у нас здесь работает злата савельева ветер смотрите на футболочки поставил по первому снегу поливать поехал фермер изверг бригадир изверг то есть но на самом деле все не так плохо зато мухи не кусают сейчас начнет пыхтеть тарахтеть вот пошла поливка и смотрите все у нас сразу снег сошел стоило водичкой побрызгать сразу снег пропал у нас ну хорошо пускай поливает пускай поливает что у нас здесь здесь у нас поля вспаханы закультивированы далее мы будем культивировать вот это поле вперед из песней и вспахивать вот это поле да мы будем удалять там где рос подсолнечник что у нас с комбайном о немножечко в божеский вид привели его вроде бы но еще не помешает да и жаточку жаточку тоже нужно подшаманить малеха кстати садовый трактор реставрировать мы не можем он якобы работает да движи поливает у нас типа типа сады поливаются вот здесь кстати груши тоже надо полить яблоки вроде нормальные здесь вроде нормально перчик 17 дней 32 дня до урожая и вот здесь кстати влажность хорошая я вот думаю не причина ли в этом забагованности когда ввели вот эту оросильную систему те поля которые у меня были уже вот они не теряют влажность хотя нет клубника вот просит воды у нас да что там сад палился да сад палился все нормально еще не забрали еще не забрали курс завершен семинар для пчеловодов хорошо пускай пускай работают пока а мы выберем себе новый курс 120 тысяч у нас есть борьба с грибками уменьшает вероятность появления грибков повышает максимальную цену продуктов урожая на 7 процентов 30 дней и потом мы еще сможем на 7 процентов наверно увеличить давайте вот этот возьмем все таки цена урожая это весомый аргумент нам сейчас деньги очень нужны будут у нас скоро начнется скорее всего строительство каких-то заводов и т.д. и т.п. поэтому поэтому деньги нам будут нужны давайте ускорим этот процесс уже здесь у нас еще не созрело ничего клубнику клубнику полить так полить давай полей клубничку так а садовый трактор у нас поедет поливать грушевый сад полить на машинах давай зоя некогда отдыхать всю зиму отдыхали вот уже и клубнику полили видите как только чё так как-то как-то фигово ее полили мне не нравится что так полили ну-ка еще раз это совсем уж гнусно как-то ну-ка что за отстой так груши поливаются ага дождик пошел может дождик увеличит влажность у нас так здесь давайте закультивируем все вперед и вот здесь надо бы вспахать работаем ну-ка ну влажность я бы не сказал что от дождя подымается если честно так а это что за косяки остались алло ага пропали издержки текстурирования все поля все вспаханные сюда мы культивировать отправляем так а сюда уже можно наверное вносить удобрения так выбрать навоз навоз я кстати поставил все что свыше семи с половиной тонн у нас то продается автоматом так на машинах вот интересно интересно выбрали так сады 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 политы отлично здесь влажность такая себе да 3200 давайте на клубнику поставим автоматический полив все сразу влажность выросла а где он его видно нет блин к сожалению его не видно но он есть вы его видите нет а он есть так же как и техника у нас в гаражах да хорошо здесь что у нас удобрено удобрено теперь здесь надо удобрить навоз на машинах вперед так траву 6400 влажность давайте тоже поставим это поле у нас уже стационарное будет поэтому вот еще бы разработчики добавили возможность объединить поля выбрал допустим и здесь кнопочка такая объединить нажал эту кнопочку и выбрал поля с которым объединить и они соединились и стали одним полем вот это бы было вообще шикарно это бы было вообще шикарно так спахана культивировать пожалуйста культивируем здесь удобряем есть такое дело пчелки что у нас пчелки пока ничего ладно так все закультивировал да тут можно сеять здесь мы будем сеять рапс на первом поле же был люпин у нас семена рапса купить один килограмм давайте покупать здесь мы будем сеять гречиху семена гречихи купить два килограмма так и здесь мы будем сеять люпин люпин у нас есть покупать не надо давайте его и посеем раз он есть да семена люпина на машинах автоматически работаем дальше вот здесь нужно нам удобрить навозом хорошо так что там нам еще просили сделать горшок с цветами оставить так и пугало кстати о птичках да 35 а у него радиус есть прикольно давайте вот здесь поставим пугало его ведь можно ставить на каждое поле я так думаю здесь поставим здесь поставим здесь поставим здесь вот ближе к клубнике давайте поставим чтобы оно охватывало оба вот так ну-ка покажи свое лицо вот вот такой вот чувачок на лего похож да похож на лего все пускай сеют сеют удобряют все люпин засеяли отлично стоять теперь вот здесь у нас вот здесь у нас будет гречиха да семена гречихи на машинах вперед так а ты удобряй вот это поле хорошо так что там еще нужно поставить один забор 1 живая изгородь и горшок с цветами под номером 5 горшок с цветами под номером 5 вот он давайте вот здесь поставим вот здесь поставим и вот здесь поставим вот такую красоту прям наведем так чё там дальше живая изгородь давайте живую изгородь ставить вот это да так где ее можно вот здесь можно поставить почему нет да вот так я думаю симпатично будет смотреться так и чё еще и забор забор номер один забор 2 забор 1 вот такой тень плетень где бы его воткнуть так чтобы он вписывался давайте вот здесь вот поставил что ли вот так типа отделяет эту силосную башню да вот построю большую силосную башню чтобы было место для хранения своего урожая скоси комбайном пшеницу собери урожай с поля хорошо собери урожай вырасти две индейки я думаю это нам пока не грозит а вот силосную башню большую построить наверное не помешает действительно хотя здесь у нас смотрите вон сколько еще места места очень много ну давайте расспросят давайте большую силосную башню не построим так это средняя большая ох ты блин она действительно большая так ну вот сюда она как раз вот вписывается что не на есть хорошо да давайте как-то вот так о пойдет там забор наш ничего так что у нас по полям что у нас по полям здесь у нас удобрено здесь только посев закончился да гречиха здесь рапс надо посадить хорошо далее вот эти поля удобрено удобрение а только поехал удобрять все ясно сады растут цветут клубника через пять дней можно урожай собирать ляпота просто ляпота работники правда пока разгильдельничают но ничего страшного так трава годно до тринадцатого 06 23 трава сейчас созреет давайте траву продадим наверное так трава продай трава до трава у нас стоит бешеных денег просто ну на 4000 мы сейчас все равно соберем траву правильно правильно пускай пускай будет и отсюда работничка нашего сдергиваем силоса сейчас начнутся другие работы он нам здесь понадобится больше 12 дней так это нам везут на силосную башню до комбайны кстати чё там все уже не надо больше ничего реставрировать вроде как нет вроде как нет давайте ребятушки ускоримся так силосная башня построена хорошо здесь мы значит 7 с вами а к чему где посеяли здесь чего у нас растет люпин здесь гречиха здесь мы рапс здесь мы сеем рапс один килограмм на машинах работой так и здесь у нас удобрено удобрено что там говорили так собери урожай с поля с помощью комбайн построй чтобы мы с коси комбайном пшеницу то есть надо по любому одно поле пшеницы засеять имена пшеницы 0 тебе необходимо 14 килограмм хорошо давайте пшеницу а здесь что мы посеем здесь что у нас вообще есть рожь гречиха пшеница подсолнечник может кукурузу посеете там глядишь и комбайну жаточку прикупим кукурузу давайте кукурузу наверно посеем семена кукурузы купить и ждем ждем пока семена приедут где чё собирать поле готова а тепличка у нас подоспела давайте ребятушки трудитесь перчик перчик собирайте так семена приехали до раз подождем пока трактора все освободятся так здесь значит мы сеем пшеницу до на машинах вперед и здесь мы сеем кукурузу так на машинах сеялка точного высова высова высева все работайте так но это нам нужно ждать наверное будет несколько месяцев чтобы собрать урожай с помощью комбайна правильно я так думаю что да все здесь свекла заколосилась сорняки на твоем поле говорит да действительно вижу сорняки есть так а если мы урожай сейчас соберем сорняков же не должно быть уже ну-ка давайте сейчас мы кстати посмотрим будут ли они ходить отдыхать в беседку вот эти вот товарищи наши или они успеют собрать эту клубнику до того как устанут что-то у меня такое чувство что они устать не успеют я им прокачал курсы вот эти проходил прокачал и выносливость и дольше они работоспособны все они собрали клубнику сорняки у нас автоматом пропали да им беседка понадобится если только они вот эти поля будут убирать мне так кажется так а знаете чего давайте огромное поле вот здесь одно большое сделаем раз у нас уж комбайн есть а и силосная башня большая у нас есть денег девяносто восемь тысяч какое поле нам позволят сделать вот просто ради интереса допустим ага вот это все до максимум поле 50 на 32 50 на 50 нам дают сделать поле я не знаю такое большое здесь не впишется она как-то кусок остается в смысле не задействованный можешь вот здесь его где-то сделать а или там уже оставить под заводы все это хозяйство так вот отсюда буду я тогда размечать сверху виднее парочку полей побольше сделаем здесь 28 32 давайте 30 на 32 одно поле смотрите глаз алмаз глаз алмаз и не так уж много у нас и сняли денег да так и здесь начнем тоже обработку влажность давайте пахать будем здесь тоже будем пахать тоже чуть посадим а то действительно уже и техники столько а мы все с тремя полями как как лошары какие то делаем работаем 20 апреля так что успеет и созреть наверно все ей ничего не пропадет хорошо здесь можно культивировать так что девушки трактористки далеко не уходите здесь тоже можно культивировать нет здесь нельзя культивировать у нас только один культиватор ладно сейчас здесь закультивирует начнет здесь культивировать а здесь тогда второй трактор будет удобрять да пожалуй так и сделаем есть контакт отлично и здесь мы удобряем навоз навоз вот так пчелки всего плодоносные эти цветы есть у вас а меда пока нету ну апрель месяц так где чего созрела трава созрела трава время убирать урожай трактора нету а садовый трактор простите а садовый трактор видать не может да кстати реставрировать его надо не может видать косилку цеплять а ну-ка давайте посмотрим садовый трактор да косилку к сожалению он не цепляется тогда тогда обычным вот этим синеньким вперед сейчас траву скосишь будешь там дальше удобрять сеять так удобрено хорошо теперь здесь давайте удобрим и на этих полях простите да что с голосом не могу понять на этих полях наверное тоже стоит пугало сразу установить ага на два поля не достанет ну ладно сюда поставим и сюда поставим вот так вот здесь нужно пугало еще тоже поставить вот здесь по моему три поля сразу зацепит одно пугало да во пойдет да цепляет сразу три поля территория 15 так прими на работу одного работника до 25 08 чтобы получить тысячу сумасшедшие деньги но нам на самом деле такие работники не нужны постоянные а вот сезонных я бы взял но сезонных нам пока что некуда не доступен у нас дом для сезонных работников давайте смотреть курсы какие дальше повышает максимальную цену продуктов урожая на 10 процентов 60 дней 29 тысяч берем 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 в целях повышения так сказать самообразованности и что мы здесь посеем давайте посмотрим чего у нас вообще здесь много чего мало так люпин подсолнечник пшеница рожь горячиха посеять выбрать семена огурца о огурцы кстати вы помните что огурцы рулят давайте на одном поле семена огурца посадим так а на втором поле а на втором поле посадим чего рапс подсолнечник давайте капусту попробуем а тебе необходимо 29 штук давай давай вези покупай так что у нас здесь здесь у нас нужно траву собирать правильно правильно пополняем автоматом сразу трактористов освобождаем от этого ценного труда в пятером справитесь запросто блин помидорки созрели что-то я не заметил вовремя ладно траву не так долго они будут собирать давайте сеять огурцы семена огурцов на машинах вперед так а для капусты нам рассаду привезли нет ну-ка выбрать рассада капусты на машинах а какая не найдено машин отвечающих требованиям видимо сажалка для рассады нам попозже откроется придется вручную да придется вручную ладно тогда подождем трактор есть а чем сажать нету для рассады должна же какая-то сажалка быть или нет или неужели на полях рассаду капусты садят вручную да в жизнь не поверю я что так это все происходит блин трактористы трактористы и сажать надо и помидоры убирать надо все семь человек освободилось давайте здесь на сбор урожая людей отправим так и здесь остальные у нас будут сажать капусту вручную вручную а что делать одни трактористы остались давайте работайте ёлы-палы пока нигде больше ничего не созрело так вот здесь давайте скриншотик организуем наверно вот так а ходят тычут смотрите капустку действительно капустка только рассада в виде кочанов конечно не выглядит рассада капусты выглядит несколько по другому но мне главное чтобы засадили и чтобы все это выросло так семена огурцов посеяны хорошо это все у нас растет тут все собрано ну красота красота короче говоря в общем друзья буду я на этом заканчивать вот за кадром все это дело выращу и как придет время убирать пшеницу комбайном восемьдесят восемь дней вот как придет время мы с вами снова увидимся ну а пока что все ставьте лайк если вам нравится видео по этой игре пишите комментарии подписывайтесь на канал кто еще не подписан ну и увидимся в следующей части всем удачи и всем всего кстати вот нифига не пошли отдыхать в беседку я думал в беседку пойдут отдыхать а это так чисто декорация да да отдыхать пошли в домике жаль жаль мы ее тогда снесем потом отсюда если что все всем пока 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 пока